Но вообще, Евангелие, оно понятно и детям. Поэтому дети тоже слушайте внимательно. Я буду говорить по-взрослому, но вы будьте внимательны тоже. А потом я сделаю перерывчик и расскажу вам несколько интересных случаев, поучительных, таких назидательных. Я прочитаю два места из Священного Писания. Первое из Евангелия Марка, 1 глава, 15 стих. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Второе место Писания из 1 послания Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стихи. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Даже до этого места достаточно, 2 стиха. Первое место из проповеди Иисуса Христа я прочитал. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». А здесь Павел говорит, «Напоминаю вам, братья Евангелия». Я уверен, что все вы много раз слушали проповедь Евангелия. И моя сегодня проповедь будет о Евангелии. И я уверен, что это не будет лишним. Как вот апостол Павел говорит, «Напоминаю вам, братья Евангелия». Почему напоминает? Он уже проповедовал, которое я благовествовал вам. И не просто они уже слышали, которое вы приняли. И даже не просто приняли, в котором и утвердились. Вот смотрите, они слышали проповедь, они приняли его. Потом утвердились. И он вновь говорит, и еще опять напоминаю. Почему так важно это? Во втором стихе объяснение. «Которым спасаетесь». В этом наше спасение. Если это так важно для нас, если это спасение наше, то и второй, и пятый, и двадцатый раз и не будет лишним. Тема беседы, которая может продлиться в три вечера, а может быть четыре. Если в три вечера вложимся, тогда еще какую-нибудь тему четверть. То есть у нас будет четыре вечера, так запланировано. Ну а эта тема будет три или четыре? Не знаю точно. Будем рассуждать о Евангелии. Тема беседы будет «Суть Евангелия». То есть, что такое Евангелие? Считаю, что это очень важно для всех верующих больше и больше углубляться в познание Евангелия. И от поверхностного знания Евангелия бывают много сложностей в духовной жизни. Многие вопросы становятся на свое место, когда мы глубже и больше вникаем, что такое Евангелие. В основании, я не знаю, правильнее как назвать, беседы или проповедей на эту тему, я возьму послание к римлянам. Почему послание к римлянам? Сейчас во вступлении объясню. Каждое послание апостольское имеет цель или имеет свое назначение или цель написания. Для примера, по посланию к галатам мы чуть-чуть будем потом касаться, но сейчас для примера просто. Вот послание к галатам. Какая цель написания послания к галатам? Когда апостол Павел с группой благовестия благовествовали на полуострове Малая Азия, там образовалось несколько новых церквей. Ну, такие города, как Листры, Икония, Антиохия, Писидийская. И после того, как они закончили, возвращаясь назад, Павел рукоположил пресвятеров и вернулся опять в свою церковь, откуда был послан тоже Антиохия, только не Писидийская, а Сирийская. И когда вернулся уже домой, вдруг ему такую тревожную весть принесли, что после него пришли лжеучители и смутили уверовавших. А они-то были из новобращенных, они не были утверждены и пришли от имени апостолов. Ну, по-видимому, обманули. А может быть, частично обманули. Это, как говорят, самый коварный обман, когда частично. По-видимому, они знали апостолов. Пришли из Иерусалима и сказали, что Павел неправильно вам проповедовал. И Павел не все сам знает. И стали внедрять еретическое. Павел сильно запереживал. И это явилось причиной написания послания к Галатам. Потому что эти церкви были в Галатийской области. И вот верующим в Галатийской области письмо и называется послание к Галатам. Цель написания «Убедить верующих, чтобы они не последовали лжеучителям». «Защитить Евангелие». И поэтому апостол Павел там выражает иногда очень даже резкие такие выражения. Ну, допустим, «Удивляюсь вас, как скоро вы переходите к иному благовествованию». Или такое выражение «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». То есть, он много страдал пока, чтобы привести их ко Христу. А теперь опять страдает, потому что они уходят от Господа. Ну, последовав ложному учению. Итак, цель написания послания к Галатам сохранить или убедить верующих в Галатии, чтобы они не последовали ложному учению. А вот цель послания к кремлянам разъяснить, что такое Евангелие. Поэтому богословы считают, что самое фундаментальное послание в Новом Завете – это послание к кремлянам. Потому что именно в этом послании апостол Павел разъясняет, что такое Евангелие. И поэтому, коль я избрал эту тему, суть Евангелия, то, конечно же, больше всего мы будем обращаться к посланию к кремлянам. Евангелие имеет три раздела. И об этом необходимо всем знать. Эти разделы потом вот братья высветят на стене, сейчас я скажу, когда. И мы визуально тоже посмотрим. Если оно полное Евангелие, оно цельное Евангелие, оно состоит из трех разделов. Если проповедники проповедуют не полное Евангелие, то есть какой-то раздел упускают, это будет уже не истина. Полное Евангелие, которым мы спасаемся, имеет три раздела. Ну, кто-то, может быть, об этом и никогда не слышал, и это не беда. Потому что все равно вы слушали проповеди полного Евангелия. Потому что те, которые вам проповедовали, они об этом знали. Ну, может быть, не в таких формулировках, как я сейчас говорю. Но это тоже не самое страшное. Но в практической христианской жизни часто бывают сложности, и христиане не могут найти выход в каких-то затруднений, духовных. Просто потому, что даже этой истины не знают. Что Евангелие состоит из трех разделов. Ну, в процессе объяснения вы в этом убедитесь. Итак, три раздела Евангелия. Они тоже отмечены на страницах послания к кремлянам. И разделил Евангелие на три раздела апостол Павел, когда он разъяснял, что такое Евангелие, и там четко он разделил на три раздела. Если вы готовы, можно высветить сейчас на стеночке. Такая очень простая схема. Многим она знакома. Не получается пока, да? Чуть-чуть попозже получится, да? Ну, хорошо, я тогда сейчас буду объяснять устно, а потом мы и визуально посмотрим. Значит, первый раздел Евангелия называется «Осуждение». И стихи из послания к кремлянам свидетельствуют так. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Второй раздел называется «Оправдание». Не знаете, что неправедное Царствие Божье не наследует? Слабенько видно или ничего? Ну, ладно, уже как есть, лучше не получится. Вот второй раздел «Оправдание». И тут написано «Римлянам 5.1» там написано так «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Но почему необходимо пережить этот процесс или этот момент этот оправдания? Потому что неправедное Царствие Божье не наследует. А потом процесс освящения. Это третий раздел Евангелия. И вот за те сложности, которые я говорил, бывают в христианской жизни, когда христиане не имеют в виду или не знают, что оправдание и освящение это не одно и то же. Это одно Евангелие, но действия различные. И этапы разные. И когда христиане не знают это, тогда путаются, встречаясь проблемы или встречая трудности в жизни, путаются и могут терять веру, терять упование на Господа. И вот для того, чтобы это не произошло, я даже когда рисовал у себя в тетрадочке, это на тетради братья спроектировали, вот смотрите, черточки между разделами, я между оправданием и освящением более жирным разделение сделал, чтобы на это обратить внимание. Ну может быть даже главной мыслью всех этих проповедей будет более ярко и четко показать разницу между оправданием и освящением, потому что не зная люди попадают в какие-то сложности. Ну это в процессе наших рассуждений я на это еще буду обращать внимание. Но сейчас как бы вступительная часть идет. Евангелие принимается верой, поэтому первая проповедь Иисуса Христа Марка 1.15 стих, который я прочитал Христос начал так покаетесь и веруйте в Евангелие. Все эти положения и осуждения и оправдания и освящения без веры невозможно пройти. Я думаю, что сегодня наверное мы сможем остановиться только на первом разделе Евангелия это осуждение. В послании к римлянам, когда апостол Павел объясняет, что это такое, он употребляет тоже такие яркие, сильные слова. Вот я прочитаю в начале. Кстати, Павел тоже и по главам даже четко распределил. Сначала объясняет один раздел осуждения, потом оправдания, потом освящения. И даже по ссылкам, которые стоят здесь на нашей схеме, сначала 3 глава 23 стих, потом 5 глава 1 стих, потом 6 глава. То есть вот эта лесенка или последовательность и менять местами разделы это тоже получится заблуждение. Именно в этой последовательности Евангелие работает и состоит Евангелие только в этой последовательности. И вот здесь Павел начинает вот с чего. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Вот Павел разъясняя суть Евангелия говорит о том, что Бог не терпит никакого греха, никакой нечистоты. И у Бога гнев открывается против нечестия и всякой неправды. Многие люди к грехам относятся легкомысленно. Думаю, ну, а другие посмотрите. И такое, знаете, даже в последнее время, я скажу, учащается, когда нужно кого-то поувещевать, а он сразу говорит, а тот, а другой, а третий, а пятый. Да не в этом дело. Мы хотим, чтобы мы строили правильно с Богом отношения, а не смотрели на другого или пятого. Но Писание открывает, то есть Евангелие нам открывает, что у Бога возгорается гнев на всякое нечестье. Бог не терпит никакого греха и ни с каким грехом не примириться. И центральный стих этого раздела, вот там я отметил на схеме Римлянам 3,23, все согрешили и лишены славы Божьей. Некоторые люди, легкомысленно подходя к отношению к Богу, говорят так, я не уверую, я имею ввиду неверующие люди, я не уверую, пока Бога не увижу. Это абсолютно неразумно, потому что права не имеешь. Все согрешили, ты в том числе, и лишены. Лишены значит права не имеешь, лишены славы Божьей. И никто Бога не увидит. Есть другие пути к тому, чтобы уверовать. Ну, а какие пути к тому, чтобы уверовать, это как бы уже не входит в мою тему, как бы чуть-чуть отвлекусь, да? Бог-то не хочет, чтобы мы слепо верили, но каждый человек должен разумно верить, разумно подойти. И если человек подойдет серьезно, к вопросу, есть Бог или нет, он обязательно придет к выводу, обязательно придет к выводу, что есть Бог. Я даже короткий пример на этот счет расскажу. Однажды на одном заводе, где работал христианин, этого христианина, он проповедником был, хорошим проповедником, его звали дядя Яша. Он работал на токарном станке, а рядом стоял тоже токарный станок, на котором работал неверующий паренек молодой, его звали Петей. Иногда над дядей Яшей за его веру в Бога люди подсмеивались, это было еще в советские времена, тогда, когда в нашей стране считалось, что только глупые люди могут верить в Бога. Ну, вот так вот внушали людям много лет подряд, внушали, внушали, и получилось у них. Большая масса людей так и считали. Ну, я даже чуть признаюсь, что перед призывом моим в армию меня даже в психбольницу уложили на проверку. Ну, вот такое отношение было к верующим. И знаете, с каким диагнозом или с предполагаемым диагнозом я поступил в больницу, в психбольницу на обследование. Для того, чтобы с военкомата дать направление, нужно обязательно в направлении написать, там есть графа такая, предполагаемый диагноз. Ну, почему меня туда послали на проверку? Она пишет, это психиатр, который в военкомате там комиссии участвует, пишет, у родителей 10 душ детей. Вот с таким диагнозом я попал на обследование, что у моих родителей 10 душ детей. Сумасшедший. Ну, проверить, а может быть сумасшедший. По родителям может передалось. Ну, к чему я это говорю? Что вот такое отношение было к вере. И вот этот Петя, который работал рядом с дядей Яшей, однажды наедине подходит, потому что при всех стеснялся, дядя Яша, скажи правду, а все-таки можно узнать, есть Бог или нет? Дядя Яша говорит, конечно. Если ты хочешь знать правду, Бог обязательно пойдет тебе навстречу, потому что сам Господь сказал в Нагорной проповеди, блаженны, алчущие и жаждущие правды. А почему блаженны? Потому что насытятся. То есть они найдут правду. Я не знаю, как Бог тебе откроется, но если ты хочешь знать правду, я тебе дам совет. Приди домой. Если жену стесняешься, наедине, стань на колени перед Богом. Почему на колени? Объясню. Это знак смирения. Признаем мы Божье величие и свое смирение. Поэтому на колени становимся. Стань на колени и произнеси короткую молитву. Господи Божие, если ты есть, ты мне дай об этом знать. Я хочу знать. И все. И этой молитвы, и искренности твоей достаточно, и ты убедишься. Я не знаю, у Бога тысячи методов, как открыться. Как тебе откроется, не знаю, это ты потом мне расскажешь. Но я уверенно говорю, Бог тебе откроет. Ну, расстались, а две недели прошло, Петя не подходит к дяде Яше. Дядя Яша решил сам, тоже подобрал момент, когда нету посторонних, подходит, говорит, Петя, ну что, ты молился так, как я тебя научил? Он опустил голову, помолчал, говорит, нет, не молился. А почему? А я подумал, а вдруг и правда есть Бог? А вдруг и правда Он мне откроется? Тогда и я должен стать верующим, как ты. И решил, лучше я не буду молиться. Понимаете, почему люди неверующие? Потому что они хотят быть неверующими. Если кто захочет знать правду, он обязательно придет к выводу, Бог откроет ему, что Бог есть. Но увидеть Бога и так ставить вопрос, если Бога не увижу, неправильно, потому что сказано, лишены славы Божьей. И к этому сознанию мы должны прийти. И еще хочу отметить, а потом подтвердить некоторыми рассуждениями, что даже сознать себя грешникам без веры невозможно. Мы в этот просто должны поверить. Часть будет познания, то есть мы сами себя знаем, да, знаем грехи свои, но мы до конца не знаем себя, друзья. Нам кажется, что я маленький грешник. А Бог говорит, что мы все большие грешники, все согрешили и все лишены из славы Божьей. А мы умеем делить на маленьких и больших, и это неправильно. Мы все большие, только вопрос в том, кто насколько себя осознает грешником. Дети, наверное, и то это знают, что мы уже родились грешниками, правда? Ну, так теоретически, потому что они это слышали в воскресной школе или на общих собраниях, что мы родились. Ну, вообще, до конца даже, наверное, мы взрослые не понимаем это. Ну, и ладно, что не понимаем, мы верим в это. Ну, и коль мы заговорились за веру, хочу обратить внимание, как Адам с Евой стали грешниками. Бог сказал Адаму, тогда, когда Евы еще не было, потом Адам этому научил Еву. Я думаю, что здесь Бог хороший урок преподает для нас семейных, что мужья должны духовные истины передавать в своей семье, как это сделал Адам. Когда Бог сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла, тогда Евы еще не было. Но, когда подошел змей к Еве, мы видим, что она четко это знает. Кто ее научил? Адам. Да, молодец, Адам. Хорошо научил Еву Божьим заповедям. И поэтому уже в Новом Завете сказано, а если что непонятно тебе из Евангелия, спрашивай дома у мужа. И плохо, если мужья сами слабенько изучают и не могут объяснить детям или жене заповеди Господне. Такой порядок в семейной жизни. И вот теперь детям вопрос. Ева верила тому, что если вкусишь от дерева познания добра и зла, умрешь? Или не верила? Верила. И когда змей спросила, она четко объяснила, не это всех деревьев мы можем есть, только от дерева познания добра и зла мы не можем есть, потому что умрем. дьявол знает, что пока Ева верит этим словам, он ничего есть делать не сможет, он с ней не справится. Он ее не победит. Нужно вначале веру разрушить. Только тогда он победит. И он, смотрите, стреляет своей стрелой точно в веру Евы. Говорит, нет, не умрете. Бог сказал, умрете? А он говорит, нет, не умрете. Скажите, словам змея Ева поверила или нет? А что произошло с верой у Евы в слова Божьи? Она же верила до этого? Вера разрушилась. Одновременно верить и Богу, и дьяволу никогда не получится, потому что он лжец от начала и говорит только ложь. Вот поэтому всегда говорят, что ни вот этих всяких колдунов, экстрасенсов, гадалок, даже слушать нельзя. Закрывать уши и уходить от них ни в коем случае, потому что они только ложь говорят. Я недавно встретился, это тоже отклоняюсь от темы, недавно встретился, ну, из новообращенных в нашей церкви, подходит и просто плачет, говорит, ей там нагадала когда-то гадалка, и теперь кое-что стало исполняться в жизни. И она в ужасе в таком. Ну, мне нужно было долго ей объяснять, что ей нужно покаяться, что она слушала эти слова. Дьявол, он лжец. И Ева сделала серьезную ошибку в своей жизни, что стала разговаривать и стала слушать. И вера Евы в слово, сказанное Богом, разрушилась. Если бы Ева сохранила веру, что умрет от этого плода, вкусила бы или нет? Конечно, нет. Конечно, бы не вкусила. И никто бы ее не заставил даже, да? Но так как она была обманута, вера ее разрушилась. И теперь вернуться к Богу нужно нам только верой. И Евангелие воспринимается верой. Как воспринять верой то, что я грешник? И для чего вера здесь нужна? Ведь мы знаем же, что мы грешники? Я думаю, что дети тоже все знают. Давайте, дети, я вас на искренность проверю. Поднимите руку, кто ни разу неправду не говорил. Всегда говорил только правду. А всякая неправда есть грех, правда? Грешники вы. Вот и все. Так просто увидят, что все понимают, что мы грешники, говорили неправду. А перед Богом неправда это грех. Братья и сестры, но это маловато знать это. Вот я вам расскажу такой случай. Однажды у меня беседа произошла с одним соседом моим. Я купил дом, переселился. Это было давно, еще только-только мы поженились. В городе Шахтах я тогда жил. А рядом со мной, а даже нет, он чуть позже меня стал соседом, я уже жил там. То есть женщина, которая развелась со своим мужем, соседка моя, приняла чужого человека, ну то есть сошлись, который оставил свою семью, и детей бросил, жену бросил, и перешел к этой женщине, таким образом у меня появился новый сосед. Ну как бы там ни было, а он же тоже грешник погибающий, нуждается в проповеди в Англии. Я ищу возможность ему проповедовать. Весна была, я у себя огород копаю, а он у себя, ну поздоровались, копаем, и я думаю, все равно, что он когда-то устанет и остановится отдохнуть. И вот этот момент будет с ним побеседовать. Я копаю огород, а сам боковым взглядом наблюдаю, когда он остановится отдыхать. Смотрю, воткнул лопату, ну что устал. Я его тогда быстренько зову, тоже воткнул лопату, он подходит к забору, и говорю, дядя Саша, вы в Бога верите или нет? Конечно верю. Нет, так по-серьезному, конечно. А верите в загробную жизнь? Ну что будет рай, будет ад, будет суд Божий, и Бог определит, кому в рай, кому в ад. Вы в это верите? Ну конечно верю. Думаю, вот хорошо. Дядя Саша, а как вы думаете, вы в раю или в аду будете? Ну если вы верите, и каждый из нас где-то будет? Он говорит, конечно в раю. Я даже сам удивился, как? А почему вы так считаете? Он говорит, а я ничего плохого не делаю, и перед Богом я не грешил. Сам пьяница, семью бросил, живет с чужой теткой, и он не грешник. А потом даже такие дерзкие слова стал говорить. Если я в ад попаду, я с Богом судиться буду. Я ничего плохого не сделал. Я говорю, так вы вообще никогда, никогда ничего плохого не делали. Он подумал, говорит, не, ну может быть, как и все люди, что-то и сделал. Ну не то, что совсем ничего не сделал. Понимаете, сознание своего греха, да, он оказывается не совсем праведник, даже в своем понимании. Ну чуть-чуть. Ну если чуть-чуть, только грешник. А вот еще один случай мне вспомнился, это верующая бабушка. Она уверовала, покаялась и заявила на крещение. Идет членское собрание, я веду членское собрание, бабушка пристала при церкви, сейчас церковь должна принимать решение, преподать ей крещение или нет. Я задаю вопрос, ну по имени называю, по имени отчеству. Вы верите, что Господь простил вам грехи? Она говорит, конечно верю. Вот думаю, хорошо наставленная уже в вере. Я говорю, а почему вы так верите? А потому что я ничего плохого не делала. А что Бог меня не простит? Я никого не убила, никого не ограбила. Я думаю, как же тогда ей, говорю, сестра, а как вы думаете, а что делать человеку, который убил и ограбил? Она говорит, то его проблемы, пусть он думает, а я никого не убила и не ограбила, поэтому Бог меня принял. Братья и сестры, правильно понимание своей греховности? Не, неправильное. А вот однажды, в Евангелии описан, случай такой произошел. Иисус Христос был приглашен Симоном, фарисеем. Дети, вы знаете, кто такой фарисей? Этот человек, верующий в Бога, по Ветхому Завету, и который себя считает праведником, и с грешниками даже не здоровается за руку, потому что они грешники перед Богом, а он старается жить праведно и считает себя праведником. Вот такими были фарисеи в одни жизни Иисуса Христа. Ну, конечно же, он же с грешниками не здоровается, а с Христом он не против пообщаться. И он пригласил Иисуса вкусить пищи, то есть пообедать. И Иисуса пригласил и учеников. Ну, я думаю, это большая жертвенность. Ну, 13 человек принять на обед, ну, хозяйки знают, это непросто. Но он расположен к Иисусу и пригласил. Написано, они возлежали. Ну, нам трудно понять, как это было, потому что я в Казахстане видел вот такие столики низкие. Большой стол, но низенький. Думаю, как же за нем казахи кушают? Ну, наверное, ложатся вокруг стола. Вот так мы в Иванле находим тоже возлежали. Наверное, вот так тоже, приблизительно, как в Казахстане. И вот, когда Иисус с учениками возлежал, написано, эта женщина, грешница от того города, пришла в дом, где был Иисус, и подошла сзади к Иисусу и стала сильно плакать. Эта женщина была большой грешницей. И прийти в дом фарисея, которые даже не здороваются с грешниками, это не так просто. Вам приходилось когда-нибудь прийти в дом, где вас видеть не хотят, или нет? Мне приходилось. Вот я знаю, что меня там видеть не хотят. И не хотят, чтобы я проходил. А мне, ну, по долгу служения надо идти в этот дом. Ноги свинцовые, порог не переступишь. Как трудно идти туда, где тебя видеть не хотят. И женщина знала, что хозяин дома фарисей, и он ее видеть там не хочет. Но она больше не могла, потому что душа плачет, душа болит. И она идет, потому что в этом доме Иисус, она к Иисусу шла. Больше она не могла терпеть тяжести этой. Пришла, подошла сзади, и так плакала, что облила ноги Иисуса слезами своими. А дальше, что происходило? Не могу себе вообразить, вот сколько пытаюсь, не могу. Когда она омыла ноги Иисуса слезами, стала вытирать ноги Иисуса волосами головы своей. Вот этот момент я не могу себе представить, как это происходило. Но это видел фарисей и помыслил сам в себе, если бы Иисус был пророк, он бы знал, кто и какая женщина прикасается к нему. А Господь не только женщину знал, и фарисея знал. И говорит, Симон, у меня есть нечто сказать. Скажи, учитель. Говорит, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был большую сумму денег, и нечем было отдать. А другой маленькую сумму, и тоже нечем отдать. И так как у них не было чем отдать, он простил и одного, и другого. Как ты думаешь, кто из них больше полюбит господина своего? Ну, конечно, кому больше прощено. Правильно ты рассудил. И вот теперь смотри, я пришел в дом тебе, ты мне воды не дал ноги умыть, а она слезами умыла ноги мне. Ты мне целования не дал, а она ноги целовала мне. И поэтому говорю, ей больше прощено. Итак, из этого случая мы узнаем духовный принцип, который Христос в заключении подытожил. Кому больше прощено, тот больше любит. У меня теперь к вам вопрос. Ну, сначала детям задам, если дети неправильно ответят, тогда взрослым. Такой вопрос. Вот два юноши в церкви. Один в 14-летнем возрасте покаялся, и в 16-летнем возрасте принял крещение. Играл в оркестре, и пел в хоре. И никогда не уходил в мир. Всегда был верующим. Другой в 14-летнем возрасте перестал ходить на собрания. Стал мирским человеком. Курил, пил, в кино ходил. А потом в 20-летнем возрасте или в 22-летнем возрасте покаялся. И Бог ему простил. Скажите, кто из этих двух юношей больше будет Господа любить? По принципу, кому больше прощено, тот больше любит. Второй, да? А взрослые как считают? Пожалуйста, скажи. Ну да. Правильная мысль, и я ее сейчас чуть-чуть расширю. Грешники один и другой. Только тот, который в мире не был, может он не осознать себя, что и он тоже сильно большой грешник. И это плохо, если он не осознает. А бывает и тот, который был в мире, но он не осознал себя сильно большим грешником. А бывает тот, который в мире никогда не был, но он просто поверил Евангелию, что я большой грешник, и он будет больше любить. Ни в коем случае не нужно уходить в мир, чтобы нагрешиться. Ни в коем случае. Нужно просто уверовать в то, что мы все большие грешники, без исключения. И особенно детям верующих родителей об этом нужно знать. Потому что иногда мы впадаем в искушение, считая, что я не такой уж и большой грешник. И это наша ошибка. И кто так считает, тот слишком сильно Господа любить не сможет. Потому что это прямая зависимость. Кто больше осознает себя падшим грешником. А мы родились уже грешниками. И при том большими грешниками. Вот смотрите, как понять, дети? Как понять, малыш рожденный, 3 килограмма всего в нем, а он большой грешник. Правда это или нет? Да, ну, нам это трудно понять. Мы этому только поверили. Братья и сестры, ну, у нас уже почти час собрания идет. И поэтому, я думаю, уместно сейчас спеть, ой, я грешник, бедный. Правда я таков, да? А потом, коль уже по времени половина прошла собрание, я детям расскажу, как обещал. И мы продолжим наши рассуждения о первом разделе Евангелия. Давайте споем. О, я грешник, бедный. Вот ты нас поделал грешниками. Мы вроде думали. О, я грешник, бедный, правда я плохой. Если в Боге степенье не был Бог дорог, Не был Бог любой, и не спас меня, Но, ой, и дорогой в мире это я. Буду славить сердце. Песня. 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 Ну, пиши, сынок, папа сказал. Он говорит, сказали вместе с родителями обсудить эту тему. Ну, хорошо, ты напиши сначала, а потом подойдешь, и мы обсудим, что ты напишешь. Как же обсуждать то, что ты еще не написал? Ну, и мальчик Ваня долго думал, думал, о ком же написать? Кто ж у нас самый большой? Грешники вспомнил. А, точно, у нас сосед через-за дома живет. Дядя Петя, такой пьяница горький. Постоянно скандалит, дерется дома. Мама его вечно скрывается где-то, чтобы он ее не побил. И он написал сочинение про дядю Петю. Что вот он такой большой грешник. Ну, приходит, значит, этот Ваня, папе читает. Ну, папа понял, в чем суть дела. И думает, как же направить мысли правильно Ваниной. И говорит, а вот апостол Павел, когда рассуждал о том, кто самый большой грешник, он не смотрел на соседей. Он сказал, я первый грешник. О, точно, папа, как я за это забыл. Сейчас я про апостола Павла напишу. Ну, и папе долго нужно было еще вопросы задавать и направлять мышление Ване, чтобы он понял, что о себе надо написать. Что я большой грешник. Ну, долго Ваня это не мог понять. Ну, вот так и у нас бывает. Мы быстренько видим других грешников, но себя как-то все, все трудно нам увидеть большими грешниками. Но об этом сейчас чуть-чуть продолжим. А теперь для детей рассказ. Однажды, когда Бойко Николай Ерофеевич находился в зоне, ну, вы, наверное, слышали, читали о нем, он много лет сидел в зоне. За веру в Бога, за верность Господу. И начальник зоны был очень злой человек. Верующих терпеть не мог. И вот вызывает его начальник зоны и говорит, Бойко, скажи, Бог, которого ты веришь, всемогущий или нет? Конечно, начальник, сто процентов, Бог мой, все, что захочет, и сделает. Бог мой всемогущий. А он говорит, а я тебе докажу, что Бог не всемогущий. Да не, начальник, и не пытайся, не докажешь. Докажу, слушай меня внимательно. Вот смотри, Советский суд вынес тебе приговор 10 лет лишения свободы, 5 лагерей и 5 ссылки. И ты теперь сидишь в зоне, и твой Бог ничего сделать не может. Советский суд сильнее, чем твой Бог. Понял? А ты говоришь, что твой Бог всемогущий. О, Николай Ерофеевич говорит, тогда я тебе докажу. Смотри. Здесь у нас в зоне живет 2000 грешников, преступников. Они большие грешники, но Христос из-за них умер. И Христос хочет, чтобы они покаялись и в небо вошли. И если бы я жил дома в Одессе, приехал бы к тебе сюда, на Дальний Восток, в зону, и сказал бы, начальник, пусти меня проповедовать о Христе грешникам. Ты бы меня пустил или нет? Конечно, нет. А мой всемогущий Бог сделал так, что я проповедую, и ты выгнать не имеешь права. Он разлился в ванн с кабинета. Он погибнулся и опять пошел проповедовать. Вот так наш всемогущий Бог делает. У него есть свои планы, свои расчеты, и наш Бог всемогущий. Ну и еще короткую историю для детей. В конце 80-х годов, когда приходила свобода в нашей стране, перестройка началась. Ну, свобода не сразу, раз в один день и все. Так медленно. А потом уже и полная свобода пришла. А мы все не верили. Мы боялись выйти на площадь с проповедью, мы боялись вынести библиотеку. Не верилось нам, что свобода. И так постепенно мы привыкали, и постепенно свобода приходила. Ну и в этот период, знаете, уже первые признаки свободы были, но еще не было полной свободы. Еще даже кое-кого арестовать могли. Это приблизительно 87-й год. В то время еще узники сидели в тюрьмах. И вот издательство «Христианин», оно же всегда работало в подполье. То есть прятались, где работает, как бумагу завозят, как отпечатанную литературу вывозят. Все это делалось тайно. И вот однажды с одного дома, где уже печатники закончили работу, уже оборудование увезли, печатники уехали, а литература много лежит. Нужно постепенно ее теперь вывозить оттуда. Вывозили, вывозили, и уже осталось, ну не совсем немножко. Ну так на две машины осталось литературу вывезти. И хозяева заметили, что за их домом слежка. Сообщают братьям, которые вывозят литературу, говорят, срочно нужно забрать, срочно, срочно, этой ночью нужно забрать слежка за нашим домом. Постоянно, ну там я сейчас не помню детали, как они это определили, что слежка. И вот два брата приехали, которые вывозили, и решили тогда одним рейсом забрать, как за два рейса, ну чтобы больше не возвращаться. Сильно перегрузили машину, и так срочно грузили, ну там считанные минутки. Вот тот человек, который следил, они заметили периодичность всего, вот он ушел, сейчас нужно быстро и уехать. И побросали в упаковке, как попало, говорят, где-нибудь там сложите, здесь некогда. И раз, и братья уехали оттуда. Ну потом, теперь же нужно где-то остановиться, чтобы сложить упаковки поаккуратней. И надо же догадались, под фонарем остановились, и складывать, и раз, и милиция подъезжает. Два милиционера, сразу, знаете, документы ваши, забрали документы, ключи от машины забрали, вы арестованы, все, ребята, доездились вы, вы что тут нелегальщиной занимаетесь? Ну, по-видимому, милиционеры эти были сведущие немножко, потому что не каждый милиционер определит, но те сразу определили, что это нелегально отпечатанная литература, вы арестованы, садится за руль машины, нашей машины, где братья ехали, милиционер, и водителя садят в милицейскую машину, а пассажир, который ехал, здесь остался в этой машине пассажиром, и едут в милицию. Заехали эти две машины во двор милиции, и пошли уже туда, в здание милиции. Идет милиционер, потом водитель с машины, второй милиционер, и брат пассажир. Ну, так Бог сделал, что замутил сознание этих милиционеров, что они даже не подумали, что может два комплекта ключей убрать его. И зашел один милиционер, зашел брат водитель, зашел второй милиционер, а этот сразу возвращается, прыг в машину, жук и уехал. Они подождали минутку, а где второй, а где второй? Вышли во двор, машины нету. У них документы, у них ключи, и водитель у них, а машины нету. Они раз на свою машину, выскочили налево-направо, а не знают, куда он повернул, прозевали. Сильно злились, кричали на этого брата нашего, а он радуется. Литература уехала, и машина литература, ключи, документы, это все теперь пустяки. Литература уехала. Часа в 4 утра, проезжает назад брат, заезжает опять в милицию. Они выскочили к машине, ну, конечно же, машина пустая была. Ну, посадили их за решетку, часик подержали, уже 5 утра. А потом рассуждают между собой. Прямо присутствуют все братья. Говорят, слушай, КГБ когда узнает, что у нас из подноса литературу вывезли, да нас всех с работы повыгоняют. В общем, ребята, найдем вам ключи и документы, чтобы мы вас здесь не видели. И все, братья забрали, поехали. Вот так Бог чудеса делал и во времена гонений. Ну, ладно, грешники, продолжим рассуждение, да? Братья и сестры, почему нам, верующим, после того, когда мы получили прощение грехов, нужно знать и помнить, что мы грешники? И забывать об этом нельзя. Вот, ну, две причины я назову, почему это необходимо помнить. В послании к Галатам написано, плоть желает противного духу. Дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Дела плоти известны. Оно, обратите внимание, я буду перечислять дела плоти, а потом вам вопрос задам. Дела плоти известны, а не суть, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, волшебство, прелюбодеяние и сему подобное. Скажите, это дела плоти человека, рожденного свыше или нерожденного свыше? Любого человека. Рождение свыше возрождает новую природу для жизни, но не уничтожает ветхую природу. Об этом подробнее мы поговорим в третьем разделе, когда будем говорить об освящении. А теперь у нас вопрос стоит, для чего человеку, рожденному свыше, человеку, оправданному, человеку, прощенному, нужно помнить, что он грешник, что я грешник и притом великий грешник. Потому что это начало греха у меня живет еще. И до тех пор, пока я буду жить на земле, эта плоть имеет свои желания. Плоть желает и дух желает. Один человек об этой борьбе, плоть желает противного духу, дух противного плоти, сказал так, каждый из нас это ходячая гражданская война. У нас там противоречие. И поэтому забывать об этом нельзя и помнить, что это плоть, которая, ну что такое плоть, братья и сестры? Ну трудно даже это выразить языком. Это я, это моя душа, это моя сущность, это я есть. И в одном я две природы и желание добра и желание зла. Одна сестра подходит ко мне с таким ужасом исповедуется, говорит, брат, служитель, у меня, знаете, какая проблема? Я вдруг обнаруживаю, что у меня есть желание к скверному греху, ну называют грехи скверные. Я не сделала, нет, само желание меня в ужас привело. Как такое в моей душе могло быть? А я говорю, а чему ты удивляешься? А это неудивительно. Потому что у тебя две природы, плоть и дух. И твоя плоть желает, да, идет речь о том, что духом умиршляйте, дела плотские, об этом попозже поговорим с вами. Но желание это есть. И вдруг, если кто в себе обнаруживает такие желания, а это естественно. Потому что мы по природе ветхой, которую унаследовали от Адама, и есть испорченные до конца великие грешники. И эту природу будем носить до конца земной жизни. И поэтому, чтобы мы не расслаблялись, я прощенный, я христианин, мое имя записано в книгу жизни, да, это все правильно. Об этом мы поговорим, об этом блаженстве и благе об этом, что теперь мое имя записано в книгу жизни, когда будем рассуждать об оправдании. Но рассуждая теперь о своей природе греховной, мы должны всегда знать и всегда бодрствовать, чтобы плоти не давать, верх взять. Она испорченная, до конца испорченная, с ней шутить нельзя. Как только дашь слабинку, такое вытворит, хотя и ты рожден и свыше, что за голову возьмешься, в обоих ушах зазвенит. И поэтому всегда нужно помнить наша натура испорченная, до конца, и всегда уздечку натянутой держать. Я помню, когда я был маленький, ну лет 10 было, а у меня старший брат на 6 лет старше меня. Он сейчас присвитер в Шахтинской церкви. И я что-то у мамы выпрашиваю, а мама не разрешает, а я ищу, подбираю слова, как уговорить маму, а старший брат наблюдает за мной и говорит, мама, скользкую рыбу держи за жабры. То есть, если рыбу вот так поймаешь, она выскользнет, а уж за жабры взял, вот так и плоть нашу. С ней заигрывать нельзя, только за жабры держать надо. И это называется духом умершляйте дела плотские. Поэтому мы никогда не должны забывать, что мы великие грешники. И это первая истина Евангелия. С этого Евангелия начинается все согрешили и лишены славы Божьей. Какая вторая причина, почему нам нужно помнить, что мы грешники, хотя мы прощенные. Но натура у нас, кстати, я хочу проследить рост апостола Павла. Духовный рост апостола Павла. Духовный рост определяется несколькими факторами. Несколькими. Но я сейчас коснусь только одного фактора. То есть сознание своей испорченности. Это тоже наш духовный рост. Апостол Павел написал 14 посланий. От первого до последнего прошло много лет. И здесь можно проследить его рост духовный. Он рос. Первое его послание это послание к Галатам, о котором мы вначале говорили. Последнее его послание, второе послание к Тимофею. Он говорит о том, что уже приближается переход его, о том, что уже веру сохранил, течение совершил, все закончилось, и теперь он уже готовится к переходу. Это последнее его послание. И вот в первом своем послании он пишет так, «Я апостол, избранный не человеками и не человеком, но самим Богом Отцом и Господом Иисусом Христом». Большой апостол, да? Избранный самим Богом и Господом Иисусом Христом. Да, он правду написал. Но когда он духовно подрос, он в следующем послании пишет так, «Я наименьший из апостолов». Прошло время и позже он пишет так, «Я наименьший из всех святых». А уже в конце своей жизни, когда он уже духовно зрелый был, он пишет так, «Верно слово и всякого принятия достойное, что Иисус Христос пришел спасти грешников, из которых я первый». Вот так он с первого апостола в первого грешника вырос. И это духовный рост. Братья и сестры, мы должны это помнить и знать. Для чего еще нам нужно помнить, что мы грешники? Недавно я слушал диск с проповедями Иоанна Златоуста. Кто такой Иоанн Златоуст? Это выдающийся проповедник в истории христианства, который жил 1400 лет назад. его проповедей, я так слышал, около 600 проповедей в записях сохранились до наших дней. Ну, а кто-то взял эти проповеди и начитал на диск. Я даже не знаю, где он взялся, я не один езжу на машине, дети мои ездят, включаю магнитофон, диск проповеди Иоанна Златоуста. Ну, мне понравились его проповеди хорошая яркая мысль и проповедь 12, а 10 минут, 15 минут, такие короткие проповеди. И одну проповедь я вам сейчас расскажу, ну, я не 15 минут буду рассказывать, короче. Он проповедует об отречении Петра. И его мысль такая, это мысль Иоанна Златоуста. Почему Бог допустил Петру, чтобы он отрекся? Причина такая. Господь знает, что скоро уйдет на небо. Апостолов, которых он подготовил, он оставит теперь, что это будет начало церкви новозаветней. И теперь нужно старшего поставить среди апостолов. Обязательно в любом деле должен быть старший, иначе будет беспорядок, иначе устройства не будет. И для того, чтобы поставить старшего из апостолов, этот человек должен обладать комплексом нужных качеств, чтобы быть старшим апостолом. И у Петра почти все эти качества были. То есть, он был решительный, смелый, твердый. Эти качества нужны для старшего апостола. Но у него не хватало одного качества, которое почти кажется, что противоположно вот этим качествам, которые у него были, твердый, решительный, смелый, это милосердие. Если бы Господь подобрал другого человека, такого милосердного, мягкого, но не твердого, он не пойдет для старшего апостола. А у Петра эти качества были, теперь нужно выработать на него и милосердие. И поэтому Господь допускает ему отречение и когда в будущем теперь старший апостол Петр будет решать судьбы верующих, согрешивших, он будет милосердно подходить, вспоминая свое отречение. А если бы он не отрекся, он бы многих подлучал бы, кто будет спотыкаться, падать, и потом он добавляет еще такую мысль, если бы Бог поставил старшим из апостолов ангела или архангела, он бы всех до одного подлучал, потому что ангел понять не может, как мы не дорожим голговской жертвой Иисуса Христа, как мы легкомысленно ко греху относимся, ангел понять этого не может, и всех бы нас подлучал. Но чтобы этого не произошло, Бог ставит не ангела, а Петра, пережившего отречение, а он так позорно отрекался, он даже склятывая отрекался, он же слушал проповедь Нагорную, да, Нагорной проповеди Христос сказал не клянись, а он отрекался, когда говорил клянусь, я Иисуса не знаю, вот так он отрекался, и потом, когда он уже решал вопросы грешников, он помнил свое отречение, и он подходил милостиво. Братья и сестры, нам нужно помнить, что мы грешники, чтобы к другим грешникам относиться милостиво. Бывают такие борцы за правду, что аж щепки летят, так они правду строят. А Господу не нравится это. Почему мы осуждаем строго, конкретно так осуждаем грешников? Если я осуждаю, ну допустим, сплетников, кто-то насплетничал, и я его критикую, пусть с кафедры на членском собрании, или в личных разговорах, как так может быть? Когда я так говорю, то я подразумеваю, что я не такой, правда? Ну как бы я строго бы критиковал, если бы я был такой тоже, когда я критикую грешника, подсознательно я подчеркиваю, а я не такой. А я такой или не такой? Точно такой. Природа у нас одинаковая, братья и сестры. И поэтому, когда мы будем рассуждать о грешниках, прежде всего нужно помнить, что и я точно такой. Это не значит, что не отлучать грешника, нет. Но милостиво подходить. Я помню, ну два случая расскажу о Батурине Николай Георгиевичем. Я был маленьким мальчиком еще, а он преситером был в церкви, где я рос. И я от родителей это слышал, они, ну так, вижу, с собой разговаривали, а я-то не член церкви был, но слышал этот разговор. Отлучали у нас одну сестру, которая вышла замуж за неверующего. И вел членское собрание Батурин, и родители говорят, мы первый раз видим, что так отлучали. И так разговаривали, а я запомнил. Ну мне лет 10 тогда было. Ну вышел Батурин за кафедру, членское собрание, позвал эту сестру, ну все знали, что она вот такой поступок решилась сделать. И Батурин, прежде чем что-то о ней говорит, пытается говорить, не получается, потому что слезы не дают. Заплакал Николай Егорович. Потом, чуть скрипившись, эта сестре говорит, я как просветер, а потом я от лица всей церкви просим прощения у тебя. Прости нас, что мы не смогли тебя удержать от этого греха. Не хватило у нас мудрости, не хватило сил, не хватило у нас способности помочь тебе не упасть. прости нас. И она заплакала, и церковь заплакала. Потом говорит, братья и сестры, ну мы вынуждены отлучить, потому что за такой грех надо отлучать. Правда по-другому, да, смотрится? Да, все равно решение надо принимать по Евангелию, когда Евангелие предписывает это, но слишком жестко критиковать не нужно, потому что мы все грешники. А второй случай из Абатурина шло у нас очищение, это было месяц за 4 до смерти Николая Георгиевича. И одна сестра в прошлом была отлучена за страшные грехи. За страшные грехи. Она несколько лет была отлучена, потом ее приняли. И вот она предстоит при церкови и говорит, у меня есть грех. Я слишком строго осуждаю согрешивших. Вот кто-нибудь согрешит, и я ну терпеть этого не могу, так критикую. Абатурина ей тогда совет дал, говорит, когда у тебя появляется желание критиковать, а ты вспоминай свой грех, за что тебя отлучали, и у тебя отпадет желание критиковать. Мне так понравилось тогда это совет такой. Братья и сестры, чтобы быть милостивыми к ближним, нужно помнить, что и мы грешники. И мы даже себя плохо знаем, мы можем вытворить такое, как я уже вначале говорил, и зазвенит в обоих ушах. И поэтому первый раздел Евангелия говорит нам, все согрешили, все лишены славы Божьей, а на небо ничто нечистое не войдет. И как теперь грешникам войти в небо? Да, мы покаялись, но грешить-то мы не перестали, правда? Ну, какие-то грехи перестали грешить. А если на небо ничто нечисто не войдет, а как тогда в таком состоянии, как я, войти в небо? Об этом мы порассуждаем завтра, когда будем рассуждать об оправдании. И как происходит оправдание, мы тоже должны хорошо помнить, хорошо усвоить. Но теперь оставшееся время, ну, думаю, что минут 20-25 мы еще имеем, я хочу продолжить эту тему, ну, в таком свете, вот в таком направлении, немножечко порассуждать о законе Моисеевом. Он тоже нам кое-что поможет понимать и ориентироваться в этой теме, о которой мы рассуждаем. Братья и сестры, закон Моисеева нужно нам исполнять сегодня, хоть какие-нибудь заповеди или нет. А какие нужны, какие не нужны, кто определяет, а? Ну, вот субботники считают, что тоже не все нужно, но кое-что, чтобы не есть свинину. А вы едите свинину или нет? А вот они не едят. А какие заповеди вы считаете, что нужно соблюдать? Что? Братья и сестры, ну, кто-то говорит, какие в Новом Завете? Я же не за Новый Завет спрашиваю, я за закон Моисеев спрашиваю. Закон Моисеев нам надо соблюдать, хоть частично или нет? Какие заповеди, скажите? Ну, вот, брат, я увидел, что так А день субботний? День субботний, наверное, о том, кто знает, что Иисус Христос воскрес, что воскресил. Ну, и что, что Христос воскрес? Ну, вот, смотри, 10 заповедей Господь дал, написал на скрижалях каменных, и ты взял, одну заповедь отодвинул, на каком основании? А я другую заповедь отодвинул. Кто определяет, какую заповедь надо, какую не надо? Я уже привел пример, субботники по-своему определяют, мы по-своему, а кто из нас прав? Здесь подожди, я могу помочь. Надо, наверное, понимать, что Христос исполнитель закона. Но ему не надо было исполнять закон Христос его. Он не нуждался в этом. А вот исполнение его как раз может быть для нас. Это что и является оправданием, основанием оправдания. Может быть, это? Боюсь. Но я думаю, что Христос исполнял. Не думаю, он сам сказал, не думайте, что я прошел нарушить закон или пророков. Я не исполнить, не нарушить, а исполнить пришел. Это Матфея 5 глава 17 стих. Христос исполнил закон. А нам надо исполнять или не надо? Пожалуйста, скажи. Ну хорошо. А как тогда нам понимать вот такие местописания? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если муж умрет, муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцем. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцем, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскрешему из мертвых, да приносим плод Богу. Братья и сестры, я сейчас буду говорить очень рискованно, а завтра моя тема вообще будет наполнена много риску. Я буду рисковать, как по стрелезе идти. Но сегодня начну. Ну почему рисковать, потому что здесь контроль сильный. Все равно буду завтра рискованные вещи говорить. не нужен нам закон для исполнения его в практической жизни. А если мы будем считать, что он нужен, мы запутаемся, какие заповеди надо, какие не надо, как запутались адвентисты седьмого дня. Я служил в армии с адвентистом и задаю ему вопрос, а как вы распределяете, какие надо заповеди, какие не надо? Я не знаю, он или у Елены Уайта это вычитал, или сам на ходу придумал. Но он мне говорит, те, которые, ну, как я имею ввиду, они ж, жертвы, они ж не приносят, а это же один закон. Жертвы не приносят, потом, ну, день субботний чтят, ну, и так далее. А он тогда говорит, те заповеди, которые на каменных скрижалях, они остались и в Новом Завете, а те, которые были на свитке написаны, те не надо исполнять. О, стоп, подожди, а свинина где? На каменных скрижалях или в свитках? А, точно. Ее же на каменных скрижалях нету свинины. Это в свитках было написано. Все поперепутали и запутались. И начали делить закон. А делить закон не нужно, потому что в послании к галатам об этом четко, ясно сказано. Братья и сестры, это все к нашей теме. Я не неотвеченную тему взял. Потом мы вернемся опять к тому, что мы грешники. Смотрите, как Писание говорит. Это галатам 3.10. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, то есть проклятые. Все утверждающиеся на делах закона под проклятием находятся. Почему? Ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Не частично, а всего. Закон делить никто права не давал. Ни нам, ни адвентистам седьмого дня. Закон цельный, Богом написанный, но он не противоречит Евангелию. Абсолютно нет. И об этом апостол Павел в послании к кремлянам пишет такие слова. 3 глава 31 стих. Итак, мы уничтожаем закон верою. Никак. Но закон утверждаем. Мы новозаветные верующие верой своей утверждаем закон Моисеев. Но не исполняем. Почему? Закон вот для чего дан. Я 10 стих протисал, теперь 12 читаю. Это Галатом 3 глава. А закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. То есть, если человек исполнит постоянно весь закон, он жив будет законом. Это значит, ему не нужно прощения, если он не нарушил ни разу в жизни ни одной заповеди. он не грешник. Он на основании собственной праведности войдет в небо. Если он не нарушил ни разу ни одной заповеди. А теперь у меня такой вопрос. Скажите, ну, я имею ввиду человек из людей. Хоть один человек исполнил весь закон Моисеева или нет? Ошиблись, исполнил. Человек Иисус Христос. Он человек. И об этом в послании Галатам в пятой главе, нет, четвертая, четвертая глава, 4.4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Почему Иисус подчинился закону? Потому что родился от жены. Потому что Он стал человек. Мы его часто называем Бога человек. Значит, Он и Бог, и человек, да? Я сейчас чуть-чуть задам по своему направлению неправильный вопрос. По-другому я не могу сформулировать, вы меня поймете, снизойдете. Иисус правильно, он 100% Бог и 100% человек. И когда идет речь, скажите, для Бога закон Моисеев имеет силу или нет? Нет. Нет. Он имеет силу для человека. И при том, для израильтянина Бог, закон Моисеев не рассчитывался или не давался ни аммонитянам, ни аммаликитянам. Он давался только народу израильскому. И чтобы Иисус человек и Иисус, теперь мы поговорим об Иисусе как о человеке. Он 100% человек. У него такое же сердце, такие же почки, такая же печень, как у нас. Он так же уставал, он так же когда долго шел, ноги болели, он когда долго не пил, пить хотел. Все так, как у нас. Он 100% человек. И так он теперь человек израильтянин, то на него распространяется в полной мере закон Моисеев. И он не нарушил. Ему фарисеи пытались навязать нарушения. Он на это не обращал внимания. Но он не нарушил ни одной заповеди и об этом засвидетельствовал. Я не нарушить пришел, но исполнить. Для чего Иисус? И вообще что здесь происходит? Вот закон Моисеев, образно говоря, вот микрофон. И он делит на две категории всех людей, нарушивших хоть один раз заповедь и исполнивших. Делит напополам. И все, это определение, это назначение, нет, у него несколько назначений у закона. Я об этом назначении сейчас поговорю. определить или разделить людей подзаконных, кто подзаконным, на проклятие и на благословение, на смерть и на жизнь. Если кто нарушил, я прочитал уже 3.10, хоть одну заповедь, хоть один раз в жизни, смерть, если исполнил жизнь. И закон это сделал. И на этой стороне был только один человек, человек Иисус. И тогда, когда он исполнил закон, тогда он только мог стать заместительной жертвой загрешников. То есть он приговорами поменялся. Свой приговор права на жизнь он подарил этой категории людей. И вернее, он принял приговор их на себя, а им подарил свой приговор. Когда закон или приговор закона никогда пересматриваться не будет. Земные суды, вынося приговор, их могут пересматривать еще верховные суды. А Божий суд, более верховного нету суда. Закон Божий, праведность Божья и никогда пересматриваться не будет. Если приговор вынесен, он обязательно должен быть приведен в исполнение. когда вот этот приговор приведен в исполнение? Смерть. Всем нарушившим закон смерть. Когда приведен в исполнение? На Голгофе. Когда Христос умер, Он умер по нашему приговору. А когда приговор жизнь исполнится? Когда я на небо войду. Вот это вот жизнь. Когда я войду на небо. То есть Он мой приговор на себя взял, а мне свой приговор подарил. То есть жизнь. Так вот как же я верой утверждаю закон Моисеев? Вот апостол Павел написал. Так что мы верой уничтожаем грех? Нет. То есть закон? Нет. Но утверждаем. Каким образом утверждаем? Когда я становлюсь на колени перед Богом и говорю Господи я грешник. Я опровергаю закон или утверждаю? Утверждаю. Он мне это сказал. Закон этот приговор вынес. Это Бог вынес определение. Грешник ты. И я когда уверовал в Евангелие первое мое признание это Господи прости меня грешника. конечно вера не противоречит закону. Но заповеди к исполнению теперь не нужны. Ну не нужны по нескольким причинам. Во-первых натура греховная у меня остается и я так же не в состоянии буду исполнить весь закон. Зачем тогда и пытаться? И Бог это знает и не заставляет меня делать то чего я не смогу сделать. А о заповедях нового завета поговорим в третьем разделе в освящении. Как они срабатывают в нашей жизни. А теперь только о законе Моисеевом не нужен. И мы запутаемся если будем говорить частично нужен. А потом мы сами запутаемся в том о какие заповеди нужны какие не нужны. Конкретно писание говорит мы умерли для закона. Нет не потому что закон плохой. закон свят и заповедь свято праведно и добра. Но я не смогу исполнить этот закон. Но соединившись с распятым Иисусом верой ну это не сегодняшняя тема это завтрашняя тема соединившись верой с ним я умер для закона телом христовым. Еще чтобы закончить эту мысль о законе хочу напомнить рассуждение апостола Павла седьмой главы римлянам. Доброго которое хочу делать не делаю. Злое которое не хочу делаю. И если я делаю то чего я не хочу то не я то делаю но живущий во мне грех. Я нахожу закон что когда хочу делать доброе пролежит мне злое ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем но в членах моих вижу иной закон противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного бедный я человек кто избавит меня от всего тела смерти вот закон или требование святости Божьей достигло в апостоле Павле вот такое сознание бедный я человек братья и сестры это то о чем мы сегодня говорили то есть я испорченный до конца и по требованиям Божьим я не в состоянии жить я не могу жить я не могу исполнить заповеди Божьи ни Ветхого Завета ни Нового Завета потому что по своей природе я испорченный и могу только грешить грешить и решить и Иеремия об этом написал так может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои так и вы можете ли делать доброе привыкши делать злое вот и тупик если бы только один раздел состоял Евангелие из одного раздела это правильный раздел это правильное понимание правильная позиция что мы грешники испорченные и не в состоянии жить по Божьему не в состоянии жить свято и высота наша когда мы достигнем этого бедный я человек то Евангелие не было бы радостным правда вот так бы Евангелие сообщило грешники мы и в аду ореть вам и на этом бы точка но слава Богу что Евангелие состоит из трех разделов о которых мы еще порассуждаем с вами ну а первый раздел мне хотелось бы чтобы мы хорошо усвоили что мы грешники и чем глубже осознаем себя грешниками тем больше будем любить Господа как помните Иеремия писал посмотри на ров из которой вы извлечены чтобы мы оценили милость Божью и любовь Господа нашего с какого глубокого рва и грязной греховной ямы он нас поднял для этого нам нужно всегда помнить что мы испорченные грешники ну заканчивая сегодняшнюю тему ну сегодня она заканчивается как бы чуть-чуть на унылой теме да на этой ноте что мы грешники да но завтра мы будем рассуждать об оправдании как как Господь это действие делает ну заканчивая я хочу сказать так Христос начал с такого слова проповедь покайтесь и веруйте в Евангелие это первый шаг к Богу когда человек сознал себя грешником и совершает покаяние и еще Господь сказал так если не покаетесь все погибнете то есть покаяние это очень важное условие которое никто обойти не может к Богу прийти может только через покаяние поэтому я хочу спросить может быть в нашем собрании есть тот который еще не покаялся или утратил свое покаяние может быть опять стал греховно жизнью жить мирской и понимает что мне нужно вернуться к Богу мне нужно покаяние если есть таковой в нашем собрании кто хотел бы сегодня покаяться поднимите руку я вас приглашу сюда и дадим возможность вам помолиться и вы можете совершить покаяние это важный шаг тебе нужно совершить покаяние кто еще не примирился с Богом и сегодня ты получишь прощение грехов от Иисуса который умер за грехи наши и за твои грехи кто хотел бы покаяться поднимите руку ну если нет таковых значит мы будем сейчас молиться ну тему молитву какую мы определим мне очень нравится когда молятся по теме проповеди ну наверное мы сегодня еще о прощении не говорили а помолиться о том чтобы Господь помог нам глубоко и ясно сознавать какие мы сами по себе испорченные чтобы мы всегда пребывали в покаянном духе пред Богом чтобы не мнили о себе больше лжно чтобы пребывали потому что мы все сами по себе грешники чтобы Господь помог нам вот как апостол Павел сознавал грешник из которых я первый аминь Господи я с вами спасибо я благодарю и я спасибо я 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 и я я и и я Продолжение следует...